Дорогие друзья, с вами профессиональный астролог Екатерина Дятлова, основатель школы астрологии «Одиннадцатый дом». И в этом эфире я расскажу вам подробно про напряжённые аспекты Сатурна и Урана к планетам. И расскажу вам об этих аспектах с совершенно удивительной, позитивной стороны. Вы узнаете в таком оптимистичном виде информацию про эти аспекты. Квадраты и оппозиции мы будем с вами изучать. В принципе, квинконцы вы тоже можете в этом ключе рассматривать. Довольно важная тема, потому что эти аспекты всегда принято рассматривать только в негативе зачастую. А как показывает практика, как раз их трины и секстили куда более сложные, чем напряжённые аспекты. Конечно, там есть и плюсы, и минусы, как у всего в нашей жизни. Но я буду стараться рассказывать именно с позитивной стороны. Какие-то минусы тоже нюансы подмечу. Кстати, то, что я буду рассказывать, аналогично действует не только в натальной карте, но аналогичным образом работает и в транзитах, и в прогностике, и в соляре. Можно трактовать их схожим образом. Итак, самое главное — рассматривать наиболее точные аспекты. Так как аспектов квадратов оппозиции, например, в полнознаке может быть много с разными планетами, то важнее рассматривать наиболее точные, они сильнее действуют. Остальные, конечно, тоже можно послушать для себя, они более фоново будут работать. Также нужно учитывать пограничность. Пограничность в пределах 5 градусов можно смотреть в этом ключе. И также играет роль тон, ну, помимо, так скажем, точных аспектов, ещё можно смотреть знак планет. Особенность там планета не одна, но даже если одна, всё равно знак планеты тоже стоит послушать. Вот я буду проговаривать не только знак, ну, там, какую-то планету, например, мы будем говорить, квадрат оппозиции Сатурна-Урана к Меркурию, но и квадрат оппозиции Сатурна-Урана к планетам в Близнецах или в Деве. Но дома в меньшей степени, их с ними тоже можно синтезировать, то есть, например, квадрат оппозиции Сатурна-Урана к планетам в третьем или шестом доме. Но тут как бы без знака, без самих планет уже будет много нюансов, да, то есть тут нужно понимать синтез. Синтезу я обучаю на своём курсе астрологии, натальной астрологии, которая стартует 11 ноября. 5 ноября будет бесплатный вводный вебинар в 17 вечера по Москве, это воскресенье. Приходите, послушайте, может быть, вам зайдёт, и вы захотите попробовать поучиться. Тем более, что у нас можно попробовать месяц за месячную стоимость, не оплачивать весь поток и понять для себя, стоит идти дальше или нет, отсоединиться в любой момент. Ну что ж, приступим. Я буду говорить, давайте вспомним с вами, что такое Сатурн-Уран. Сатурн-Уран — это аскеза, это ограничения, это социум и социальное мнение, социальные рамки, ну как бы связанные одной цепью, да, такие планеты, которые ставят определённые, ну, задачи, долги, они обязывают, они требуют, они, ну, по сути, ограничивают нас и не дают проявляться некоторым энергиям в полную силу, с которыми они связаны тринами, секстилями, соединениями, то есть ограничивают этот энергетический потенциал. Могут ограничивать финансово, могут ограничивать в плане, там, потребления, могут ограничивать в плане браков, деторождения. То есть именно трин, секстиле и соединения Сатурно-Урана куда более жёстко действуют в плане ограничений того же деторождения, чем квадраты или оппозиции. Квадраты и оппозиции, наоборот, дают нестыковку с этой энергией ограничений и возможность выходить за рамки, выходить за рамки и социальные, и за рамки возможностей, и опережать время и сроки, потому что Сатурн и Уран означают время и сроки. То есть вырваться, так скажем, из каких-то оков и проявлять себя на полную мощность. То есть снимаются все тормоза. Правда, как и хорошие проявления планеты знаков напряжения с Сатурном и Ураном снимаются с них тормоза, а так и плохие проявления тоже по полной программе проявляют себя. Поэтому я расскажу и про хорошее и плохое тоже. Но сам факт, что это освобождение. Квадрат оппозиции действует как освобождение Сатурном и Ураном. Преодоление рамок, преодоление сроков, преодоление границ позволяют больше, чем другим планетам, позволительно намного больше именно вот этим планетам в квадрате оппозиции с Сатурном и Ураном. Хорошая демонстрация того, как работают квадраты оппозиции с Сатурном и Ураном — это фильм «Стиляги». Старый фильм, в котором ограничения и рамки социума, правила, связанные одной цепью, они нарушаются стилягами. И вот это буйство красок, буйство цвета, буйство какой-то революционной энергии, которую хочется выпустить, и ничто не мешает ей проявляться. То есть даже если мешает, всё равно она упрямо проявляется по-своему. Этот фильм очень активно демонстрирует. И у актёров, конечно, много таких аспектов. Но давайте по порядку. Итак, Сатурн и Уран в квадрате или оппозиции, можно также Квинконс рассматривать, с Солнцем, Луной, Раком, планетами в Раке или планетами во Льве. Можно ещё посмотреть в четвёртом-пятом доме. Что это значит? Во-первых, это такой хороший потенциал, задел для того, чтобы преодолеть все рамки и стать популярным. Например, это такой неограниченный потенциал творческой энергии, энтузиазма. Это такой вечный ребёнок, который хочет проявлять себя вне зависимости от установок социума. Он хочет показывать себя, демонстрировать. Это человек, который может быть максимально раскрепощённый, обладать артистическими талантами, ничего не стесняться, выходя на сцену. Он может быть таким непосредственным, по-детски непосредственным в своих проявлениях. В минусе, конечно же, выскочкой, фриком и уж слишком долбанутым в этом плане. Но должны быть и другие аспекты. Также это человек, который хочет, ну как бы не боится показывать, что ему нравится, что не нравится. Он достаточно откровенен, открытый, искренен. И, к сожалению, недостаток этого квадрата оппозиции в том, что он может быть инфантильным, что он может вести себя, ну такой, слишком по-детски инфантильный, да, то есть эмоциональный очень сильно, и зависимый, и зависимый в том числе от родителей, возможно, или от супруга. То есть в какой-то степени необязательный, да, то есть, да, и творческий, но и вот какой-то вот этот график, вот эти правила, вот эти рамки, иерархия, социума, она ему, ну как бы ставит палки в колеса, и он это не любит, и, соответственно, такой, ну, инфантил по своей натуре, праздный, может быть, да, зато вот энергия игры, она у него неограничена. И он может быть очень даже везучим в играх, он может быть очень даже удачливым в каких-то элементарных, там, в покере, в казино, не знаю, в чём-то подобном. Он может быть, в принципе, просто вот, ну, человеком, который хочет привлекать внимание и делает это. Всячески успешно делает. То есть это плюс один к популярности, к проявлениям популярности артистизма. Он, в принципе, может быть очень сильно влюблён в свою родину или в своих родителей, или в своих близких, то есть, но, к сожалению, вот эта необязательность, и некоторый инфантилизм и отсутствие взрослости может привести к тому, что он довольно легкомысленно вступает в отношения и даже браки и в итоге разводится. То есть у него неограниченное количество возможностей выйти замуж, если особенно враг, лев, которому делает квадрат-оппозицию Сатурн-Уран, попали гендеры, такие как Венера, Херон, может быть, Марс и так далее. То есть он, в принципе, ну, может иметь далеко не одну семью. Но это не значит, что обязательно он так делает, то есть это ещё не залог, не гарант. Но если вдруг он разведётся, знайте, вы не останетесь одним, вы сможете построить ещё семью. И также, если есть дополнительные указания, то нет особых запретов на деторождение. То есть тоже может родиться не один ребёнок, и, в принципе, варианты есть. Даже если изначально были какие-то трудности, там, допустим, 22 года бесплодия, потом внезапно он начинает получаться. Тут, возможно, сложатся ещё и какие-то аспекты дополнительные. То есть это потенциал хорошей где-то рождению. И, конечно, должны быть ещё хорошие аспекты Марса и Юпитера на такое скопление, чтобы в этом скоплении самого Сатурна-Урана, само собой, тоже не было. Вот. И вот такие вот, ну, знаю, очень много многодетных семей и родителей, да, с такими вот аспектами. То есть и многобрачных тоже знаю, к сожалению, но это тоже, это вопрос характера ещё очень сильно. То есть это просто даёт потенциал, но используете вы его или нет, это другой вопрос. Вот. Ну, собственно, это может быть супер такой гостеприимный человек, супер эмоциональный, супер открытый в своих проявлениях. И вот эта детская непосредственность, она притягивает к нему людей очень сильно. Он как лучик света, тёплый. Этот свет ничем-ничем не прикрывается, неприкрытое такое излучение, которое собирает вокруг людей, как мотыльков. В принципе, при дополнительных указаниях может ещё и к долгожительству, ну, в какой-то мере склонять, потому что, в общем-то, не стареет, да, можно так сказать, ну, душой так точно, а может быть и всем остальным. Ну, в худшем случае, да, как мы сказали, это позёрство, это фрики, это люди, которые не знают рамок где-то, когда можно останавливаться. Это проработка, это проявление на лучших этажах, о которых я рассказываю. Вот. Да, к сожалению, бывают такие 32-летние дети, которые ничего не хотят, это правда, и хотят просто играть в игры, веселиться, развлекаться, чтобы родители всё делали и особо их не напрягали, и они такие способны уходить. Но это если скопление, да, вот скопление с другими личными планетами Сатурна, Урана тоже нет, да, и вся карта противопоставлена, как говорится, квадратами или оппозициями к Сатурну, Урану, и вот этот рак, лев в таком случае может себя проявить. Некая необязательность, да, такая вот непунктуальность, некая такая спонтанность. Я кузнец своего счастья, никто мне не указ на такое упрямство. И, конечно, ну, зато в плане, я говорю, вот семейности или способности организовать какой-то праздник или веселье, и подарить тепло людям, подарить свет, подарить творчество, это у них прекрасно получается. Вот, так что можно просто найти себя, или материнство подарить, или вот семейность, ну, то есть и человек, например, в быту может быть женщина супер такой классной хозяйкой, вообще потрясающей, да, то есть и привлекательной королевой по своей сути, да, то есть и интересной очень, и не стесняться где-то, и потанцевать, и показать себя, и раскрепоститься. Они могут любить даже голыми ходить, им может нравиться. Некоторые, конечно, бывают прям вплоть до экзбецианизма некого такого, или показушности, но в целом плюс у них всё равно найдётся, судьба даст им возможность комфортно жить, и даже, может быть, роскошно жить, то есть тоже каких-то, ну, правда, может быть, не за свой счёт, да, за счёт каких-то близких, но тем не менее тоже даётся такая возможность избежать каких-то рамок в этом отношении. Ну, например, Блиновская, у неё луна в раке в квадрате с Сатурном, и, как вы знаете, во-первых, она суперпопулярной стала, непонятно, кстати, почему, да, то есть у неё максимальная популярность просто нифига, такая звезда-звезда. Да, у неё, несмотря на проблемы со здоровьем, куча детей родилось, вот, четверо, а если бы она развелась с мужем, она бы точно одна не осталась, могла бы ещё семью построить, она такая супердомашняя хозяйка и при этом такая женщина-вечеринка, вот, и звезда, и при этом она такая, да, конечно, инфантильная и праздная, то есть есть в ней это. Да зато эти люди супер ещё эмпатичные, очень хорошо у них с психологией, с пониманием эмоций и чувств других людей, вот, так что есть и такой аспект их личности. Ну, и можно жить в комфорте, жизнь — это праздник, вот, какой-то такой принцип может происходить. Единственное, что, конечно, квадрат оппозиции с Сатурном говорит о том, и это со всеми планетами и знаками играет роль, что может как бы в какой-то момент прилететь, если уж слишком сидеть только на одной стороне, потому что не уделять вниманию вообще Сатурну-Урану, не брать никаких аскез, не какую-то дисциплину, не применять, да, которые, то есть иногда чередовать, так скажем, в своей жизни эти крайности, потому что хорошо прорабатывать напряжённые аспекты чередованием, когда вы чуть-чуть на одной стороне фокус подержали, потом подержали на другой стороне, и ни одна планета не обижена, так скажем, вы их чередуете. Вот, и, конечно, там, где стоит Сатурн-Уран, их знак, дом, то есть там стоит и поэкономить иногда, и на диете посидеть, и аскезы взять, и где-то дисциплину какую-то проявить, и какие-то обязательства на себе понести, да, но это, в общем-то, не все делают, и когда они слишком засиживаются на одном конце, уж слишком уходят вот в этот, например, рак, лев, луну и солнце, то тогда уже начинаются проблемы. Кстати, ещё очень хорошая тема, что человеку может совершенно не ограничивать варианты, возможность иметь много недвижимости, вот, много недвижимости, может быть, ну, не за свой счёт, но в любом случае мест жительства, да, выбирать даже в этом отношении и так далее. Например, у Трампа уран в оппозиции с Луной в Четвёртом доме, и он как бы создаёт, ну, у него ещё есть очень много с Юпитером, с каналом Юпитера напряжение у Сатурна-Урана, и у него нет вообще ограничений в том, чтобы масштабные такие недвижимые проекты создавать, да, огромное количество возможностей для этого есть. Ну, опять же, у него куча браков было, и дети, и так далее, то есть тоже никаких проблем и в роскошной жизни или популярности. А также, может быть, какая-то патриотизм, то есть, да, вот у некоторых это проявляется как такой неограниченный патриотизм, вот мне ничего не страшно, я буду проявлять себя как патриот своей страны, меня никто не заставит действовать, ну, я буду действовать в интересах своей страны, даже если кто-то будет против этих действий и считает, что я неправильно себя веду, но я всё равно, вот у меня есть девочка, у которой скопление в Раке есть в оппозиции к планетам в Козероге, там и Сатурн в том числе, и она такая вот говорит на мове, вне зависимости от того, понимая, что эту мову или нет, ей всё равно, она всё равно будет проявлять свою вот любовь к Родине, так скажем, и топить за это, даже если бы ты плохого мнения о ней. Вот, и я имею в виду, что Сатурн-Уран — это мнение социума, и вот каналу Рака, Льва, Солнцу, Луне в напряжении с ними как-то насрать, что вы думаете о том, насколько патриотично он относится к своей Родине, к своим родителям, вот, и, например, такого человека попробовать оторвать от мамки, если он к ней привязан, хотя это разные показатели, там надо смотреть, что с родителями, да, но допустим, что он привязан к своей семье, вы не сможете, он будет, ему всё равно, что вы думаете, что он живёт с мамой там в 35 лет, ему пофигу, честно говоря, что вы будете об этом говорить, да, то есть он всё равно будет стоять как бы в этом плане на своём, и какие-то сроки все в этом плане нарушать, возможно, в плане вылета из гнезда там и так далее. Ну и семейное дело тоже у них хорошо может получаться, развиваться, то есть нет проблем в том, чтобы семья там помогала в каком-то семейном деле, то есть нету ограничений в этих вопросах тоже. Ну, в общем, это про канал Луны и Солнца, мы говорили про Солнце-Уран, про Солнце-Луну в квадрате оппозиции с Ураном-Сатурном, про планеты в Раке-Вальве в квадрате или оппозиции с Ураном-Сатурном, вот, и так далее. Дальше. Сатурн-Уран в квадрате или оппозиции с Меркурием или Презерпиной, с планетами в Близнецах или в Деве. Ну, такой человек не особо думает, что говорит, да, может быть, он говорит вещи, которые не нравятся другим людям, и он этим и привлекает, то, что у него в жопе не задержится. К сожалению, может быть, доверять какие-то тайные секреты ему может быть сложно, потому что он может любые саркофаги вскрыть, ну, в общем, не могила, не хранитель таких вопросов, да, но то, что он очень продуктивен как писатель или как оратор или как мыслитель, это точно. Он очень, в принципе, много генерирует какого-то, может быть, контента. Может быть, он блогер, то есть пишет много. Он может… ну, то есть у него вот эта интеллектуальная деятельность, она ничем не ограничена. Да, он иногда не думает, что говорит, или, в принципе, может себя как-то дискредитировать своими словами в глазах, ну, социума и даже государства, но цензура ему, как говорится, не страшна. Вот, он нарушает любые в этом плане ограничения, преодолевает их и опережает своим мнением любые, ну, то есть сроки, так скажем, опережает. Его слова часто опережают, ну, то есть он может быть неплохим прогнозистом в том числе, да, опережать, что другие только-только соберутся написать или подумать, он уже написал и сказал, высказал. Вот, и, в принципе, он очень продуктивен, вот, много может, особенно если ещё и канал Юпитера, да, Юпитер, Нептун будет хорошо аспектировать его Меркурий, Прозерпину, Трином, Секстилем, Соединением, там, то это вообще человека будет не заткнуть, в принципе. Вот, это будет очень такой товарищ, высказывающий всё, что он считает нужным. Вот, и это интересно, это к нему тянет. Помимо интеллектуальной деятельности такой активной, конечно, может быть и ручная какая-то деятельность, да, у него также нет ограничений и запретов на то, чтобы получать какие-то интересные, там, документы, права, средства связи, езды. У него потрясающая коммуникабельность, он может с любым найти общий язык, договориться и совершенно не боится как-то подходить к людям и завязывать взаимодействие, да, то есть способен на это. И ему также даётся возможность совершенно выгодные какие-то сделки совершать, вплоть до фиктивных браков, если в близнецах Деви стоят какие-то Солнце, Луна, Венера, Херон или Меркурий и Прозерпина стоят в Весах, Тельце, например, там, в каких-то Раке-Льве, да, то есть можно и… Нет проблем в том, чтобы эффективно, там, допустим, если нужно для документов что-то совершить, да, и да, может быть, какие-то противозаконные моменты в том, чтобы получить какие-то документы есть, но зато как-то неограниченное количество в этом плане. В принципе, вот он максимально свободно мыслит, свободно мыслит, и это делает его оригинальным, в том, что он пишет, что он говорит. Да, конфликты из-за этого случаются, несомненно, и есть у меня, например, знакомая, у которой огромное скопление в близнецах, в том числе Меркурий, в оппозиции к Сатурну и Урану в Стрельце, и она прославилась на нашем острове тем, что она про всех пишет гадости, и даже как-то особо не парится, что они скажут и подумают. Написала уже несколько книг, постоянно пишет дневники, постоянно рассказывает, то есть она такая ещё сплетница, ничего у неё в попе не держатся, никакие тайны, и то, что с ней происходит. Но, тем не менее, это привлекает к ней однозначно внимание, она такая прям вот любитель подискутировать и поспорить, то есть с ними бывает, конечно, в этом плане сложновато. У меня тоже есть квадраты оппозиции Сатурна и Урана к Близнецам и Деве, я тоже не умею хранить тайны, например, у меня проблемы, ну, я много-много пишу каждый день, да, у меня вообще нет проблем с тем, чтобы импровизировать в словах, подбирать слова, разговаривать, писать, то есть это очень хорошо, удачно работает. Такие люди, им всегда мало общения, они всегда мало информации, они очень… у них хорошая, в принципе, память, да, у них нет ограничений в плане хранения информации также, да, вот, и вообще все гаджеты заполнены большим количеством, и у них много гаджетов, и у них много каких-то носителей информации, но, опять же, может и возможность куда-то ездить, много поездок, может быть, в жизни различных, да, переездов каких-то, ну, и, конечно, как мы сказали, связи и знакомств очень полезных, и не только полезных, но есть. Вот, вот такие балабольчики, можно так сказать. Ну, и продавать, убеждать, объяснять у них очень хорошо получается, они умеют информацию доносить однозначно, так что необычным путем, так что другие вот никогда бы не додумались, что называется. Так что такой квадрат оппозиции может Сатурн и Урана к Меркурию или Презерпине, к планетам в Близнецах или в Деве, ну, в третьем-шестом доме тоже можно, конечно, рассмотреть, может сделать вас вот таким вот птицей-говоруном, сообразительным и так далее. Также они, в принципе, неплохо действуют по расписанию, хорошо действуют по расписанию. У них может быть много братьев, сестер, дядь, теть, кузенов и каких-то боковых родственников, ну, не обязательно родных, то есть тут не факт, но они могут также с ними, так или иначе. Те, единственное, что могут прорывать к ним границы и взаимодействовать, не всегда, ну, санкционировано с ними, где-то наглеть. Правда, и те тоже, как братья, сёстры, дядя, тётя или кузены в этой роли тоже могут проявлять себя иногда нагло. Знаю, и инцесты с братьями, сёстрами, дядями, тётями случались с такими положениями, потому что нет границ во взаимодействии, вот даже в таком сексуальном аспекте, в том случае, если это как-то поддевает канал Марса. Ну вот, канал Марса, там, лилит и так далее. Ну, в принципе, надеюсь, что понятно. Вот. И, конечно, они также, опять же, при дополнительных указаниях на деторождение и при дополнительных указаниях на браке, если там есть близнеца в деве, или в третьем-шестом доме, которым делает квадрат оппозиция Сатурн-Уран, есть какие-нибудь солнца-луна, Венера-Херон, то это может говорить о том, что можно родить минимум двоих детей или минимум дважды выйти замуж, да, то есть, ну, или, по крайней мере, такие парные отношения, какие-то истории двойные, да, они могут происходить. Венера или Херон в квадрате или оппозиции с Сатурном-Ураном, планеты в Весах или в Тельце в квадрате или оппозиции с Сатурном-Ураном, а также планеты во втором или седьмом доме можно рассмотреть, но тут надо синтезировать с остальными положениями в квадрате или оппозиции с Сатурном-Ураном дают неограниченный творческий тоже потенциал. Такой человек вообще может быть и изысканным кулинаром, и невероятным вышивальщиком, и потрясающе видеть, у него просто какое-то невероятное чувство вкуса, которое вообще выходит за грани как бы представлений других людей, то есть он опережает, опять же, время своей работой в плане там творческой, да, он может быть и художником потрясающим, да, очень у всех художников есть такой аспект, да, которые стали известными, и мебельщиком каким-то, плотником невероятным, и сад-огород у него цветёт, у него вообще всё растёт, цветёт неограниченно, да, то есть нету буйным цветом, как говорится. У него могут быть, ну, смотря в каком творчестве, опять же, тут надо смотреть Венеру-Хирон, например, у меня с Хироном оппозиция у Сатурна пограничная, и вот, но Хирон в Близнецах, поэтому это касается вот то, что я рассказала в предыдущем про канал Близнецов, что у меня творчество, вот слово писательское, да, там и так далее. А может быть, это же с чем-то ещё связано. Знаю Венеру, которая в весах, да, в квадрате с Сатурном-Ураном, и человек там мебель своими руками делает, готовить очень любит. Ну, понятно, это когда не обязалово, то есть как обязалово, они это делать никогда не станут и не смогут, как вот такую профессиональную деятельность, может быть, нет, но вот для себя, а потом это может выйти за рамки и что-то даже приносить, это вполне возможно. Также это, опять же, отсутствие ограничений по количеству браков и, к сожалению, по количеству измен. Либо им изменяют, либо они изменяют, треугольников в их жизни, ух, очень много. Тут надо смотреть, кто больше выгоды из треугольников получает, их партнёр или они сами. То есть, ну, вот такая какая-то любвеобильность, да, так скажем, и много выбора, и возможность этого выбора, и плюс они сами, как бы у них много избирателей, то есть их тоже много выбирают, и поэтому такие люди тоже редко остаются одни. В принципе, у них партнёрство и в бизнесе очень хорошо складывается, и в отношениях достаточно легко, и замуж легко тоже могут выходить. То есть, ну, а когда в транзите тоже идёт такой квадрат оппозиции Сатурна-Урана к их светилам или к Венере-Херону, или к планетам в этих знаках, то тоже милое дело выходить за рамки дружеских или бойфренда-гёлфренда отношений и замуж, так скажем, да, то есть это даёт возможность, но не факт, что человек воспользуется, да, что он будет обязательно изменять, или, ну, ему возможно, если он не будет. То есть, тройнички у него вообще даже в постели могут быть, если там канал Марса, опять же, замешан с одной или с другой стороны. Вот. Так же, да, это даёт возможность красиво, если даже человек некрасивый, он обаятельный, он очень обаятельный, его обаяние, его умение расположить к себе, его дипломатические способности, его знания, его этикет, оно распространяется на всех, он умеет соблазнить, умеет соблазнить и в партнёрстве, в бизнес-партнёрстве, и в отношениях, то есть, такая вот Афродита без границ, что называется, и мужчина, и женщина. Вот. Поэтому к нему люди, конечно, тянутся за этой энергией, соблазняются на его возможность вот так расположить к себе, и что очень большой плюс, да, то есть, они могут быть содержанками и содержанцами, альфонсами, и, то есть, у них, в принципе, вот на чужие деньги ограничений особо нет, то есть, и наследство может быть какое-то, или просто партнёр успешно их содержит, или ещё какие-то плюшки получаются, в лучшем случае, вот, например, как у Уоррена Баффета, это способность, возможность зарабатывать пассивный доход, иметь от инвестиций, да, то есть, бесконечно такой вот, такой бизнес по перепродажам чего-то, то есть, не ты создаешь, а, может быть, перепродаёшь что-то, или, например, хороший партнёр, который такой богатый, крутой олигарх, который тебе даёт очень много, ну, возможностей финансовых, то есть, бесплатно даже, или, например, привлечение инвесторов, да, или самому инвестировать во что-то и, соответственно, получать такую более пассивную возможность зарабатывать, ну, или, опять же, содержанство, самый простой вариант, вот, вот именно в чужих деньгах ограничений как таковых нет, или вот в таких пассивных, очень много богатых людей с такими напряжениями, в плане именно вот, но не те, которые заработали, да, которые мне муж купил, вот, также очень хорошие, ну, так скажем, возможности для того, чтобы не только проявлять себя как очарование, обаяние, притягивающее других, безграничное и бесконечное, и творческие вот этот вот невероятный аспект, и как дизайнер, и как там, кто угодно, плотник, и как кулинар, и как, но опять же, всё это, ещё раз повторю, вот как-то без обязательств, к сожалению, минус этого аспекта, то, что он не очень обязательный в отношениях, то, что он не очень, может быть, такой, знаете, буду всю жизнь в одном браке тащить, терпеть какую-то дуру, которая меня делает несчастной, нет, ради детей, ни за что, или там, какого-то мужика, который непонятно, да, он меня любит, но я не буду терпеть, в смысле, у меня столько возможностей, я могу соблазнить кого угодно, или там, ну, какие-то такие вот, есть ещё минус этого аспекта, нарциссизм, да, то есть, довольно сильные, мощная Венера, мощный Херон, мощный там, солнце, луна, которые тоже подходят, входят в какие-то обители, или вот в канал Венеры, и второй, седьмой, там, телеца, весы, при этом всём-всё вместе, гармоничные аспекты, светил Венера Херона, то это может дать нарциссическое расстройство, у меня была статья, не так давно в ленте, «Как распознать негодяя», и там про проблемы нарциссизма, все описано, чтобы здесь не рассказывать весь этот список, чем это может быть чревато, да, то есть, к сожалению, есть, и там и качели определенные, внутренние присутствуют из-за этого, что от того, что я ужасное говно, до того, что я невеликолепен, и ещё раз повторю, что это не залог того, что человек красивый, но он однозначно привлекательный для других, вне зависимости от внешности, вот, и, конечно, так скажем, знамя и тех, кто куколды, вот, с таким аспектом, ну, то есть, треугольники, то есть, это вот их нормальное какое-то состояние, в принципе, у них ещё есть минус, то, что они могут быть максимально такими пассивными, да, то есть, ну, как бы, не иметь энергии, да, они максимально ещё миролюбивые, то есть, они умеют сделать так, чтобы не пойти войной на что-то, но если у них женщина какая-то влиятельная рядом с ними, как у Трампа, у Трампа тоже есть такой аспект, то они тоже дают полные права своей женщине, будь то мать, будь то жена, будь то подруга, да, то есть, они дают вот такое безграничное влияние женщины на них может оказывать, и поэтому они могут становиться и подкаблучниками мужчины с такими аспектами, вот, и, например, они сами максимально миролюбивые, не хотят какого-то, так скажем, ищут пути дипломатические решить вопрос до последнего, то есть, они не агрессивные, у них просто энергии на агрессию нет, вот, так же, как и на предпринимательство какое-то жёсткое, но они могут использовать, опять же, чужой ресурс, очень грамотно распределять, и плюс, вот, могут, как бы, дать эту волю женщине, руководить ими, и подзуживать где-то, и подсказывать, что делать, да, то есть, такое, и на женщин, в принципе, а безграничное влияние может оказывать и их мать, может, им это не нравится, но они всё равно её пускают в свои границы, так скажем, да, или мать просто мега наглая и берёт всё силой, ну, или какие-то подруги, или какие-то другие женщины в их жизни, да, поэтому есть такой момент, что, вот, поддаются, так скажем, этому влиянию, и не сильно ставят запреты, ну, также у них нет границ в том, чтобы, у меня есть, например, моя сестра, у неё скопление в весах, она супердобрый, вежливый, дипломатичный человек, её, она может быть по канонам каким-то некрасавицей, но она безумно нравится мужчинам, она умеет вот быть такой феминной, женственной и очень прикольной, то есть, это люди, которые так располагают к себе тем, что они так классно реагируют на ваши реакции, да, они и посмеются, а-ха-ха, ну, всё, что вы скажете, и уступят, и где-то прислушаются, или хотя бы сделают вид, что слушают, и, в общем, это очень располагает, то, что такие люди прям вот в вас вовлечённые, у неё есть подруга лучшая, которая влияет на неё всю жизнь и очень сильно влияние матери, несмотря на то, что они далеки, у них сложные отношения, но она не может от себя вот эти проблемы с матерью как бы взять и отложить, и мать на неё влияет, на настроение, на состояние, на многое другое, и мнение подруг очень важно, вообще чужое мнение таким людям крайне важно, также эти люди могут безгранично менять имена, фамилии, у них нет проблем с тем, чтобы получать какие-то прописки, какие-то, так скажем, вот вписываться, их могут вписывать в книгу жизни, да, что называется, ну и тема справедливости, она для них всегда восторжествует, и всегда к ним то, что их, то есть каждому своё, что называется, их обязательно к ним придёт, вот, они могут сами за этим даже не гнаться, не бежать, но оно приходит, вот, они могут занимать такую более пассивную в этом плане позицию, быть очень хорошими консультантами, чего бы это ни касалось, вот, потому что, опять же, умеют располагать людей, ну и, в общем, одни не остаются, ну, моя знакомая с таким квадратом, она, конечно, изменяла, и нередко, своим партнёром, то есть треугольники создавала сама, соблазнительница, что сказать, ну, замуж пока не выходила, но я думаю, что с этим проблем бы не было, если бы стремилась туда, вот, то есть если они стремятся, то тут, как бы, проблем нет, также у них хорошо с экономией, в принципе, да, несмотря на то, что, ну, не то, что с экономией, они просто, в принципе, у них хорошо, опять же, вот, чтобы проработать это напряжение, да, есть люди, которые с таким аспектом забываются и начинают вообще с деньгами вести себя слишком неразумно, то есть вообще никакой границы, типа, я вначале куплю дорогую машину, а потом буду думать, где жить, ну, смысл, да, то есть, поэтому, да, им надо иногда, соответственно, перекидываться вот в социум и стараться командно действовать, и стараться где-то тоже себя ограничить, к сожалению, иногда бывают проблемы с потреблением, то есть, человек не может остановиться в шопинге или не может остановиться в потреблении еды, он не может себе поставить запрет, хорошо, если у него нет проблем с лишним весом, и он может жрать что угодно, и ему ничего не будет, да, ну, то есть, как-то, но на самом деле, да, у них, как бы, местами нужен контроль, и вот моя сестра, например, со скоплением веса в квадрате к Сатурну в первом, она ограничила потребление мяса, первый дом там связан с Марсом, и это мясное, острое там и так далее, то есть, иногда какие-то сознательные уже аскезы стоит принимать во внимание, чтобы Сатурн не обиделся окончательно, вот, ну, и, конечно, если это творческая личность, то она никогда не сделает это сознательно прям под кем-то, ну, кто-то, чтобы ей управлял, она не позволит. Болеет РПП, а РПП это какие-то, да, РПП это заболевания, что, венерические, что ли, кстати, да, опасность каких-то заболеваний таких может быть по каналу Венеры, я думаю, что с этим понятно, если у вас будут вопросы, конечно, пишите их под видео, расстройство пищевого поведения, да, вот, какие-то крайности в этом отношении могут особенно с оппозицией проявляться, вот, ну, или, не дай бог, шопоголизм, вот, и иногда у них есть такое мнение, что и у рака льва, солнца луны в квадрате оппозиции с Сатурном ураном, иногда их тоже заносят, в плане дорого, богато, значит, качественно, то есть, если дорого, значит, качественно, нифига, да, то есть, с экономией тут могут возникать какие-то иногда трудности, но опять же, чтобы вот это так работало, как я рассказываю, скопление личных планет, особенно солнца, должно быть на стороне Венеры или Херона, да, в квадрате оппозиции с Сатурном ураном, то есть, и светило тоже, наше ядро тоже должно быть ему так или иначе противопоставлено, потому что, если там уже есть какие-то личные планеты на стороне Сатурна урана, это не будет в такую крайность уходить, Сатурн-Уран в квадрате или оппозиции к Овну, Скорпиону, Марсу, Плутону, к планетам, ну, к планетам в Овне-Скорпионе или к планетам в первом восьмом доме, квадраты оппозиции с Сатурном ураном. Тут наоборот, да, противоположно вот с Венера и Хероном такая ситуация, что здесь как раз, если квадрат, оппозиция к каналу Венеры вообще может не проявлять агрессию, особенно если Марс заточён, там как-то ещё, дополнение к этому, то есть вообще быть супердипломатичными и так далее, не могут даже нормально проживать эту агрессию, то здесь как бы никаких границ и запретов на проживание агрессии. Квадрат оппозиции к Марсу, Плутону, Сатурну, Урану или к планетам в Овне-Скорпионе или к планетам в первом восьмом доме, это в меньшей степени. Человек мега может быть агрессивный, мега гневливый, мега импульсивный, даже если огня в него в карте мало, он всё равно, если много эмоциональных знаков, это водные и огненные, неважно, чего там больше, он просто, в принципе, довольно импульсивно принимает решения, действует, активничает. И это большой плюс, потому что гнев – это его вот мотор, то есть его что-то бесит, его что-то злит, его взяли на слабое, его взяли на понт, и он будет доказывать всему миру, что он первый, что он лучший, что он лидер. И это как раз большие возможности у всех бизнесменов крутых есть – зарабатывать самому. То есть не пассивный доход иметь, не получать как содержанка Альфонс, не там просто инвестиции какие-то делать или за счёт государства жить, а это именно возможность прям вот круто самому пробиться, как бизнесмен. То есть заграбастать максимум денег, потому что просто такой мотор, да, и он ебашит, и ебашит, и пашит, его вообще ничего не может остановить, у него энергии дохренища, он не знает, куда её девать. Может быть, конечно, всё это уйдёт просто в бесконечные какие-то сексуальные приключения, у него и либидо довольно высокая тоже, если нет других ограничений, которые это компенсируют. Например, хорошие аспекты Сатурна-Урана с Марсом-Плутоном, да, или там соединения и так далее. Так уже не будет, может быть, какие-то моменты будут, но так он вообще суперзаводная машинка. И бизнеса, и все решения, которые они принимают, и стартапы, и предпринимательства, он как манифестор по дизайну человека, у него очень неплохо и легко проходит без каких-то запретов практически, да, то есть ему дают шанс пробиться, стать номером один, быть очень конкурентоспособным, оставить позади многих людей и своих врагов и так далее. Он очень может быть мстительный, он очень может быть просто и на слабо браться, да, то есть ему нужен какой-то враг, возможно, чтобы доказывать ему, чтобы с кем-то соревноваться, бежать. Вот такая скаковая лошадка. Пахарь абсолютный, да, и очень много популярных людей с такими напряжениями. Конечно, у него может быть просто неограниченное количество, у женщины неограниченное количество мужчин, потому что очень высока сексуальность, от них пахнет сексом, вот, тоже могут, но могут иметь проблемы с тем, что у них как-то вот вес, да, проблемы с весом, в плане того, что физически могут быть не сильно худыми, так скажем, или склонными к полноте, по крайней мере. Но опять же, тут вопрос, как вы будете компенсировать, надо иногда брать аскезы по Сатурну-Урану, то есть, чтобы не забывать про эту планету, тогда не будет разносить, потому что, да, такой аспект может дать безграничности физического плана. Вот, и будоражит отказы, да, там, скажи мне, что я не смогу, я тебе покажу, что я могу, там, да, и так далее. Это такие, это как мустанг, который попытались привязать к столбу, но он просто сорвал этот столб и понёсся дальше. Они могут быть экстремальными, если там каналы Меркурия какие-то ещё участвуют, на дороге, очень опасные водители, экстремальные, так и так далее, в сексе могут быть просто топ, да, там, ну, насчёт браков, тут не факт, что они замуж выходят бесконечно, хотя, опять же, вот у женщины нет ограничений по количеству мужиков, поэтому, в принципе, потенциале тоже есть шанс при участии канала Венера здесь или Солнце, можно тоже и замуж, не один раз выходить, вот, но это не говорит о том, что они прям вот ходят налево, прям все там резко, даже, кстати, квадрат, я знаю одну проститутку, у которой огромное количество мужиков, и она доминант, она госпожа, то есть она такая с плёткой, агрессивная женщина, у неё просто очень довольно точный квадрат, Сатурна к Лилит Вовне, в восьмом доме, и она прям даже на этой Лилит умудрилась выехать, то есть вообще не знает границ в сексе, эксперименты, вот это всё, почему бы нет, да, и тоже такая суперактивная женщина, организм имеет невероятные резервы, и резервы для выживаемости тоже, долго не стареет, тоже, как бы, особенно если он физически себя прокачивает, вот, и, в принципе, очень выносливый человек, который преодолевает и сложные расстояния, и какие-то, ну, это не значит, что спорт станет его профессией, не станет, скорее всего, то есть физическая деятельность может не стать, и профессиональным медиком каким-нибудь, или психологом он тоже, возможно, не станет, но интуитивно он может очень хорошо чувствовать, как бы, вот, все эти психологические аспекты, то есть открывается ему поток тоже, и, в принципе, может для себя, по крайней мере, держаться в тонусе, что называется, если захочет, опять же, тут это как раз проработка такая, вот, но, к сожалению, гнев, наш бич, у меня тоже такие квадраты Сатурна-Урана к планетам Вовне, Скорпио-Вовне, и я могу сказать, что эта импульсивность очень высокая, и, конечно, доминирование в отношениях у таких людей случается, либо потому, что они более властные, либо потому, что они более, ну, мы же подобные такие, да, более лидеры, либо потому, что они больше зарабатывают, либо потому, что они старше своих партнеров могут быть, то есть, ну, какие-то такие моменты у них могут проявляться, также ревнивые достаточно, достаточно, ну, вот, есть энергия, что называется, опять же, тут зависит, конечно, как Марс-Плутон расположен, с какой стороны скопления личных планет, опять же, нам нужно, чтобы личные планеты, их скопления стояли больше со стороны канала Марса, чтобы так проявлялось, как я рассказываю, вот, так что, я считаю, это классная штука, вообще, по-моему, у Леди Гаги такие есть, квадраты вовне, между овном и козерогом, и там есть, по-моему, тоже энергия Сатурна, то есть, она вообще женщина, которая, её не остановить, что называется, она как-то одела вот это платье с мясом, всё в мясе, вышла, красотка, вот, и, конечно, у них там тема потребления, тоже, вот, хищники, они такие хищники по своей натуре, вот, но они очень торопят события, и в отношениях могут торопить события, что отпугивает некоторых партнёров, и вообще в жизни, то есть, опять же, их очень бесит, когда их кто-то пытается остановить, или занять их время, когда они хотели сделать что-то конкретное, но это люди действия, люди поступков, вот, и это круто, единственное, что в своих поступках они могут, опять же, или в скорости, или там с обращением с машиной, компьютером, они, к сожалению, могут нарушать законы и правила, и потом сталкиваться, понятно, с проблемами в связи с этим, вот, ну, или, не дай бог, подраться и кого-нибудь прибить, но это должны быть ещё указания, у убийц, да, обязательно, солнце, луна, должны быть, либо в одном знаке с Сатурном, Мураном, Марсом, Марсом или Плутоном, либо в Овне, Скорпионе, Козероге, Водолее, и ещё куча дополнительных аспектов, то есть просто так это, то есть это мало. Сексуальный эпатаж, они могут быть довольно вульгарными, вот, особенно если там какой-то канал Венеры, который с одеждой связан, сексуальный эпатаж, есть скромности им, особо не, они скромные люди, вот, в этом плане, но они единоличники, они самостоятельные, они не сильно умеют в коммуникацию, в плане того, что не умеют прям подстраиваться, да, но на женщин с таким аспектом, да и на мужчин тоже, очень сильно влияют мужчины, другие мужчины, отец, они дают ему такое право влиять и управлять, муж, партнёр, друг, у мужчин могут быть какое-то влияние друзей на них, такое неограниченное, мужчин, вот, вот с этим уже могут быть и проблемки, вот, в общем, воинственные товарищи, потом, квадрата позиция Сатурна-Урана к Юпитеру или Нептуну, к планетам в рыбах или Стрельце, к планетам в девятом или двенадцатом доме, в меньшей степени, значит, здесь тоже очень такой классный аспект, я считаю, если в плюсе проявляется, это безграничная фантазия, безграничное воображение и безграничная глубина, такого человека не устаёшь познавать, он как загадка, как закрытая книга, и постоянно открываются какие-то новые невероятные аспекты его личности, стороны, он многолик, у него очень, ну, глубокий философ такой, да, он очень глубоко понимает мир, ему могут сниться вещи сны, он может очень, вообще, в принципе, быть, ну, многогранным, знать очень много, ходячая такая энциклопедия, может быть, правда, и сказочником, и фантазёром, и вруном тоже, но это зависит, он такой теоретик, абстракция у него, вот это всё, что у него, в принципе, не ограничено везение, очень везучий, может быть, человек, очень такой, и в плане финансов, смотря как стоит Юпитер, Нептун, да, и в плане, там, связей, знакомств, в плане, там, работы, и вообще, просто везение, какое-то вот такое, ничем не прикрытое, да, что называется, очень сильно даётся в жизни, поэтому и у богатеев, у всех обычно есть такой квадрат оппозиции, у всех олигархов, вот, тоже такое, и это, может быть, и богатство, и авторитет, ещё почему, потому что безграничное доверие к этому человеку, если Юпитер, Нептун ещё довольно сильные, да, или как-то в ядре личности сильно отражены, там, солнце, луна, гендер их, первый дом в стрельце, рыбах, там, в одном знаке с Юпитером, Нептуном, Юпитер, Нептун в обители, там, и так далее, это даёт довольно мощный авторитет, человеку верят, доверяют, идут к нему за советом, и, конечно, таким образом он может располагать тоже к себе людей, довольно влиятельных, да, соответственно, получать от них свои плюшки, вот, и со своим воображением, он очень масштабный человек, то есть ему очень мало места, его мало вообще, он хочет много всего, да, и если он что-то планирует, там, в зависимости от какими каналами Юпитер, Нептун связан, он это делает просто на, максимум, то есть какой-то суперобъём, супербольшие возможности, супербольшие, ну, как бы распространение, влияние, да, то есть ему мало, он такой глобалист, вот, и он хочет быть причастным к чему-то большому, глобальному, просто по мелочи, он любит работать на массы, с массовыми продуктами, он, в принципе, неплохой, такой, знаете, как завлекатель в свою секту, да, ему очень легко убеждать людей, он способен, как бы вот завлечь их в свою веру, чего бы он не верил, любит он машины BMW, все будут ездить у него на BMW, потому что он всех убедил, что это вообще лучше нет, или если он любит айфоны, будет, соответственно, все поклоняться айфонам, там, ну, то есть он такой, не то, что он прям специально этим профессионально может заниматься маркетингом, но просто вот у него есть такая способность проповедовать то, во что он верит, и убеждать, заражать этим людей. К сожалению, у него также проблемы могут быть с излишками, с весом, лишнее, да, излишек объема, в чем-либо, да, то есть он как бы тоже не сильно стесняется, и распространяется, да, так скажем, с большим, такая дамба, как будто дамбу прорвало, что называется, и такая сметана из горшка переливается, то есть жир прет, и поэтому во все стороны, так что тут, к сожалению, есть и склонность к каким-то новообразованию, и к проблемам с весом, и с излишками воды, вот, ну, то есть тут зависит, опять же, кто, что, куда направляется, да, гипнотизер хороший в этом плане, да, что убеждает. В худшем случае, это человек, который не знает границ в зависимостях, то есть он, к сожалению, подвержен алкоголизму, может быть, наркомании, но это в худшем случае, то есть должны быть еще куча указаний, чтобы это так случилось, вот, то есть он себе, не может как-то себя ограничить в каких-то, вот этих масштабном потреблении чего-то, если еще, ну, или опять же, шопоголизм, там, смотря с чем связан этот эпитер, и ему надо много, то есть вот, и он еще очень любит раздувать из мухи слона, у него могут быть какие-то психологические, психические отклонения, у него могут быть какие-то жуткие фобии, он может быть параноидальным, он может быть очень мнительным, то есть у него могут быть какие-то, опять же, ревнивым достаточно, да, то есть он где-то все время подозревает, но и сам он может, к сожалению, людей в худшем случае обманывать, то есть такой безграничный мошенник, то есть ему, опять же, при дополнительных указаниях, этого мало. И без этих аспектов бывают мошенники, есть и другие варианты развития событий, но как один из, он может безгранично где-то в своих фантазиях заходить далеко, что называется, в отношении других людей, пользуясь безграничным доверием, соответственно, использовать это. С другой стороны, такой человек может быть сам, опять же, в зависимости от того, насколько Юпитер внедрился в ядро, он может быть супердобрым, суперблаготворителем, суперщедрым, и он иногда не понимает, что надо остановиться. У меня, к сожалению, пошло именно так, что у меня Юпитер в квадрате с Сатурном-Ураном в соединении с Венерой, и я не знаю, когда остановиться в том, чтобы импульсивно, это всё ещё вовне, перестать тратить деньги на близких, и меня развести как дурочку вообще ничего не стоит. То есть я супердобрый человек в плане отдать деньги, отдать последнее, при этом я могу говорить, что я расчётливая или что-то и так далее, но по факту последние трусы может тоже выдать. Но, с другой стороны, чем он добрее, возможно, тем больше удача к нему и тянется вместе с тем. Поэтому и благотворителей среди богатых и везучих людей не так мало, потому что тоже вот эта доброта внутренняя, она, конечно, есть, и щедрость определённая. Ну а чтобы быть щедрым в таких масштабах, то жизнь подкидывает возможности. Вот. То есть, в принципе, у него есть потенциал. Ну и, конечно, он всегда щедр не только на финансы, может быть, но, может быть, в зависимости от того, с чем Юпитер связан, может, на советы, может, на какое-то участие. Вот. И так далее. На него, к сожалению, безгранично могут влиять люди с авторитетом, то есть люди, которым он верит и доверяет сам. То есть какие-то учителя, какие-то психологи, которым он доверяет, они могут на него так вот предсесть, и он будет им верить, что у них есть авторитет и тоже доверие. Вот. А он может быть такой человек просто потрясающим преподавателем, который очень метафорически, абстрактно, как такой Далай-Алама, объясняет такие сложные вещи. Вот. У него есть вот этот дар рассказчика, дар преподавателя, дар тренера, может быть. Вот. И Квинконс вы тоже можете рассмотреть. То есть я не говорю, но квадратная позиция более так явно может проявляться. То есть, ну, Квинконс тоже. То есть это такая, особенно если скопление личных планет, ещё раз повторюсь, на стороне именно Юпитера, Нептуна, или планет в рыбах Стрельце в девятом или двенадцатом доме. Вот. И вообще он такой человек разноцветный, разноцветия. Да, он, ещё он может любить понты очень сильно, любит понты. Любит, может быть, как бы бренды, любит какие-то легенды, любит что-то с историей связанное, любит, вот, так скажем, ну, где-то пальцы распускать, возможно. То есть это тоже ему может быть свойственно. Да, квадрат оппозиции Сатурна-Урана к Юпитеру-Нептуну в первую очередь. Ну, и иногда не знают в этом плане тоже каких-то границ. А эти аспекты — это уже планеты социальных, планеты высших. И поэтому тут иногда вопрос генетики очень сильно, вопрос воспитания, то, что закладывается изначально, то, что плохо может осознаваться иногда, если личные планеты там не задействованы. С возрастом, если личные планеты задействованы в таких аспектах, тогда он, наконец, начинает приходить к осознанию того, что он делает. Вот. Ну, и далее. Сатурн-Уран в квадрате или оппозиции с… Да, у него может быть много учителей вот ещё по жизни, как бы таких разных и хороших, и плохих. Учителям он позволяет слишком многое в своей жизни, и советчикам тоже не даёт. Он прислушивается к чужим советам и сам любит их давать. То есть он, в принципе, позволяет вот этим советам проникать в свою жизнь, так скажем, да, неограниченным. Ну, и, конечно, в творчестве тоже, так как фантазий у него много и воображения много, он тоже может по-разному проявляться. Но не с фактом, что это будет профессиональной деятельностью просто. Эта фантазия и воображение даёт много шансов, например, просто представлять то, что невозможно, и если есть дополнительные аспекты, воплощать это. Значит, далее. Ну, тут надо учитывать силу планет, которые, кто из них в обители, кто из них там, какое ядро. То есть такие аспекты всё-таки не трактуются вырванные из карты, поэтому некоторые вещи могут не совпадать у вас именно потому, что нет синтеза. Напомню, что я обучаю синтезу на девятом потоке, который у нас стартует 11 ноября. Натальная астрология там с основами психологии, с основами совместимости, с основами прогнозирования. Всё будем проходить, это очень интересно, и вы будете учиться всё это совмещать правильно и конкретно. К сожалению, в рамках этого видео всё подробно не опишешь, это невозможно, так что даю базовую здесь информацию для себя. Дальше у нас Сатурн-Уран в квадрате оппозиции с Сатурном-Ураном или с планетами в Козероге или с планетами в Водолее, то есть или с планетами в 10-м или 11-м доме. Но здесь человек как бы не ограничен в плане роста карьерного, то есть он может в карьере, в принципе, высоко забраться, высоко подняться, какие-то должности получить. Может быть, в плане не ограничен в том, чтобы проявлять себя по-взрослому, и у него иногда, конечно, заходят за рамки его проявления и жестокости, и хладнокровия, и равнодушия, и сдержанности. Где-то он может перегибать палку и отсекать очень жёстко те вещи, которые ему в жизни не подходят, достаточно жёсткие в плане, может, и расставания, и увольнения и так далее. Может быть, очень высоко забраться как руководитель в том числе. Может высоко пойти... У него могут быть высокие, хорошие организационные качества, не только руководительские, в принципе, топ-менеджерские и прочее. И у него достаточно такой сильный потенциал на то, чтобы вообще революционно менять даже государство. То есть он такой, может быть, политически очень интересно прокачан. И от государства тоже может иметь неограниченное количество возможностей, если он озаботится этим вопросом. К сожалению, в минусе это может работать как проблема с... Ну, инвалидность. Есть у инвалидов такие аспекты нередко, потому что неограниченная ограниченность. То есть настолько её много этой ограниченности, что аж вплоть до инвалидности. Вот. И потом может как бы проявиться как нежелание вступать тоже в браки или невозможность, или нежелание рожать детей, в зависимости от того, с чем связаны эти квадраты оппозиции, с какими каналами. Если со светилами, с Венерой Хероном, с их знаками, или их самими стоит этот квадрат оппозиции на них, тут уже могут быть в этом ключе некоторые сложности в проявлении своей эфеминности и возможности выйти замуж, неограниченная скромность или неограниченная вот такая вот консерватизм или какая-то вот... Ну, зато человек может быть очень терпеливый, преданный, обязательный, максимально такой, ну, постоянный в своём проявлении, да, то есть такой опора, стержень определённая. Да, жизнь будет его проверять, пытаться сломать и не раз, но он может максимально стараться выстоять, да, то есть он, конечно, максимально... Ну, в минусе вот это какая-то такая отчуждённость, супердистанция, суперхолодность и суперограничность. Он может быть очень аскетичным, может быть очень таким жёстким и, в принципе, ну, зависит от других положений, то есть само по себе это ещё не всё, так скажем. Он часто вот команда на команду, там, коллектив против коллектива, его это, ну, как мотивирует как-то сражаться, может быть, какой-то такой задор есть в этом проявлении. Может быть очень коллективным, альтруистичным, вот, не думать о семье, о себе, думать о других, то есть максимально много, как бы, уделять этому внимания, вот, чтобы команде было лучше, чем, ну, другим людям, допустим, да. Хороший может быть даже друг, хотя, опять же, разные испытания в дружбе тоже происходят. Вот, и, ну, дисциплина и, там, спортивность у него тоже может быть такая, и он, как бы, может себя держать в узде, да, у него крайности, заскоки, могут быть панические атаки, вот, помимо, ну, крови, могут быть какие-то, то есть он очень сдержанно не проживает многие эмоции, они доходят до него сильно позже, допустим. Да, вот, может быть, в принципе, человеком, ну, таким, и пунктуальным, и взрослым, и рано состарившимся в плане не внешнего, а внутреннего состояния, вот, такой дед, пердед, может быть, в хорошем смысле, вот, ну, мудрый достаточно, да, то есть, ну, опять же, зависит, участвуют ли там личные планеты, потому что это будет понимать, тогда пониматься сознательно, это у него происходит, или не очень сознательно, вот, знаю, ну, у Чикатило есть такой аспект Сатурна в квадрате к Юпитеру в 10-м доме, вот, то есть в 10-й дом там, и он, конечно, в жестокости именно проявился, какой-то безумной, неограниченной жестокости, вот, но как взрослому эти люди на него многие полагаются, доверяют и так далее. Также он может быть невероятным хорошим человеком-композитором, человеком, который структурирует очень хорошо, это пригодится, возможно, в искусстве, как скульптор, или как пластический хирург, который структурирует, скульптурирует, или какой-нибудь там стоматолог, да, то есть у него могут быть способности к этому довольно высокие. У Баффета, Ворона Баффета, у Рана в оппозиции к Венере в 10-м доме, суперруководитель, супер такой холоднокровный, достаточно очень рациональный, очень такой, ну, и, понятно, довольно экономный, жадный и прочее, то есть, ну, как и должен быть такой человек такого уровня, вот. И, в принципе, к нему серьёзно относятся, к нему относятся серьёзно, и он выглядит серьёзно, и он как бы внушает эту серьёзность другим, то есть с ним, ну, как это, можно, типа, люди готовы на него полагаться, там, может быть, на него какое-то неограниченное влияние оказывают бабушки, дедушки, вот, руководители, начальники, друзья, да, то есть пожилые люди, отчимы, мачехи, приёмные родители, там, всякие воспитатели, няня, типа Арина Родионовна. У Стива Джобса была такая оппозиция, у него Венера в Козероге, в оппозиции к Урану в 10-м или 11-м доме, и он тоже супер такой человек, способный брать любые аскезы, руководитель, очень высоко поднялся, да, у него были конфликты, конечно же, с другими руководителями, он всё равно падал и снова взлетал, то есть ему это было, ну, то есть он мог себя взять в любой момент в руки, это суперкомандный был человек, несмотря на то, что, конечно, он умудрялся иногда сраться и подставлять некоторых в своей команде, но тем не менее, вот, и, ну, довольно прожил интересную жизнь, но со своей аскезой перегнул палку, то есть такие люди могут страдать именно от того, что они перегнули палку в том, чтобы вот брать какие-то те же аскезы, вот, и, к сожалению, именно пескотарианство, то есть запрет на мясо рыбы в итоге как-то сбило его пищеварительную систему, потому что Венера там участвует в этом аспекте, и он в потреблении, там, перегнул палку с этим и умер. Конечно, это был один из факторов, то есть я не говорю, что именно из-за этого, то есть это один, возможно, из факторов, который повлиял, но то, что он с очень влиятельными, высокопоставленными людьми был, и на него влияли его приёмные родители, то есть у него родными он, соответственно, не особо взаимодействовал. Вот, и такие люди, в общем, могут далеко пойти, что я могу сказать, но, опять же, всё зависит от синтеза, тут такой аспект уже довольно высоких каналов, и он должен обязательно синтезироваться со всем остальным. Ну, в общем, надеюсь, что я вам открыла новую сторону и ракурс анализа таких планет, то есть, ну, как можно на это посмотреть с такой стороны интересной, то есть, что, оказывается, не всё так плохо, может быть, да, и, ну, все шансы на то, чтобы проявлять это адекватно у вас есть. То есть, если вы будете выбирать из того, что я рассказала, позитивные значения, хороший этаж, то это и есть основная проработка, и не забывать про дом и знак Сатурна и Урана, периодически уделять им внимание, фокусироваться туда, то есть, уметь переносить фокус порой со своего скопления личного, чтобы не обижать Сатурна с Ураном, и у вас не начались проблемы с коллективами, друзьями, пожилыми, с социумом, да, с начальством, с иерархией, там, не знаю, с вашей профессиональной стороной, чтобы как-то поддерживать эту энергию Сатурна-Урана. А ещё учёные крутые с таким оппозицией квадратом Сатурна-Урана к планетам Сатурна-Урана и так далее. Вот, а насчёт соединений, это уже другое, это мы проходим на девятом потоке, очень подробно будем проходить на натальном курсе со всеми нюансами, так что приходите учиться, 11 ноября начинаем, ну и ссылка под этим видео на ютубе на наш чатик с Азами и для начинающих, поступающих со всеми практиками, бесплатными вступительными лекциями у нас там есть, каждый выходной проходит, и плюс, ну, описание обучения тоже есть. Вот, так что, каким бы ни казалось злыми эти планеты, есть у них и приятная. Ну что ж, друзья, спасибо за ваше внимание, надеюсь, что вам понравилось, и оставляйте комментарии под этим видео в инстаграме, завтра всё будет на ютубе, красиво оформлено. Увидимся с вами, возможно, в четверг, возможно, в понедельник, когда я буду делать прогноз на следующую неделю, и сейчас каждую неделю будут давать какие-то интересные лекции, оставайтесь с нами, вот, спасибо за ваше внимание. Пока-пока.